Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как нарисовать примерно вот такой вот арт, или, допустим, вот такой вот арт, ну, короче, какой вы захотите. Ну, короче, что-то наподобие вот такого вот арта пиксельного на Pro Gorilla. Для начала заходим на сайт PixelArt, ну или просто можно вбить рису. Ну, сейчас. И всё, вот так вот. И вот здесь вот у нас сразу вот так вот будет. И здесь вот мы выбираем, как вот у нас должны быть какие размеры, ну, а потом просто нажимаем New Drawing. Здесь вот у нас есть разные всякие панельки. Я вам сейчас расскажу. Ну, кисть вот это, конечно, для того, чтобы просто рисовать. Вот этот пластик, логично, чтобы стирать. Все, как бы у нас, думаю, вы всё поняли. Давайте теперь приступать к арту. Давайте, допустим, нарисуем... Вот это то, что вы сейчас видите на экране. И давайте что-то наподобие этого и нарисуем. Для начала берём линию, берём чёрный цвет. И вот так вот делаем. Давайте она у нас будет небольшая грила. Такс. Потом... Так вот делаем углы. Вот так. Вы, конечно, можете кругами рисовать, как вам удобно, конечно. Ну, я рисую вот так вот. Ну, короче, вот голова у нас готова. Теперь давайте сделаем туловище. Допустим, вот два пикселя мы вот здесь вот так вот. И вот так вот. Пиксели отступили. И вот так вот. Вот ещё можем... Когда мы можем нажимать... Просто нажимать один и вот так вот... Одному пикселю рисовать дальше. Опять вот так вот. У нас получается вот такое вот неплохое туловище. Теперь вот здесь вот мы можем... Вот такую вот небольшую палочку сделать. Вот так вот сделать вот так вот четыре. И теперь вот это сделать вот так вот. Чтобы оно у нас не просто вот так вот прямо было, а вот чтобы вот так вот прямо было. Вот такс. И вот так. Вот так. Всё. Получилось... Подождите, эта рука что-то не такая. Сейчас давайте мы вот здесь вот берём один. Всё. Теперь давайте... Так. Всё, у нас, в принципе, одинаковые руки. Теперь давайте нарисуем ему вот это вот брюхо. В принципе, вот так вот делаем одинаковые отступы, чтобы вот тут вот четыре, и вот тут вот четыре. Вот такс. Давайте сразу нарисуем. До сюда будет. Такс. Опс. И вот такой вот у нас брюхо получилось. Теперь давайте нарисуем ему его вот это шедевральное горилле лицо. Для начала делаем отступ. Рисуем вот такс. Можно, конечно, вы можете вот так вот выделить. Далее. Жать сюда. И вставляем. У нас тут отступ 3. Всё. Как бы вот так вот сделали. Теперь вот так вот проводим линию. Так проводим. Вот так проводим. Дальше проводим вот по вот этой вот линии. Вот так. Вот, короче, чтобы вот так вот у нас было. Тикс вот так. Такс. Такс. Чтобы у нас что-то похожее было на хлеб. Далее давайте мы нарисуем ему глаза. Берём вот круг. И вот так вот рисуем глаз. Ну, я его взял побольше. Вы можете сделать поменьше. Там, без разницы. Как рисуем. Ой. Куда. И, кстати, вот это вот есть. Ридо, андо. Ну, короче, действия менять. Давайте. Палочку мы дорисуем, ребят. И у нас тут отступ получается. Раз, два. И получается, смотрите, раз, два, три. Всё. Всё, шедевр. Я вот так вот дорисовываю. Теперь мы просто, на самом деле, можем закрасить. Вот. Сейчас. Заливка чуть-чуть сработала. Вот, всё. Мы можем просто вот так вот оставить. Либо сделать вот так. Ну, в основном я всегда делаю заливку уже, когда полностью нарисую сам рисунок. Давайте для начала тогда мы ещё и сделаем рот. Так, оп, 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 оп. Можем не обязательно вот такую вот как вот. Можем просто вот такую вот сделать. Так вот тоже неплохо. Теперь ноздри. Теперь ноздри. Так вот. Таким. В принципе, он у нас получился уже неплохой. Давайте мы ему ещё сделаем... То есть, давайте ещё сделаем пол. Какой вот у нас будет пол. Типа он у нас будет ещё... На какой-то траве. Что-то наподобие этого. Заливаем, чтобы у нас получилось примерно вот так. И делаем вот такой вот прекрасный пол. Теперь давайте подберём цвет. Ну, допустим, давайте будет красная горила. И дальше берём вот такой вот серенький цвет и заливаем. Мы можем вот так вот делать белым. Потом вот так вот просто сделать. Но так он очень стрёмно как по мне выглядит. Я лично предпочитаю вот так вот закрасить. И не вот так вот сделать. Ну, вот так, конечно, тоже можете сделать. Кстати, у меня появилась неплохая идея. Можно... Ну, да. Ну, так неплохо. 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 Мне нравится. Давайте так оставим. Да, неплохо, неплохо. Теперь идём вот эти вот тени. И вот здесь вот, примерно отсюда, мы вот так вот рисуем. Такой вот овал. Дальше берём пипетку. Копируем вот этот цвет и вставляем, чтобы у нас получилась вот такая вот красивенькая тень. Далее давайте уже сами сделаем тени. И давайте ещё... Кстати, нарисуем солнце. Вот такое вот у нас будет шикарное солнце. Шикарное просто. Шедевр. Оно как бы будет отсюда вот так вот выглядывать. Поменьше, поменьше. Теперь берём опять вот этот свет, закрешивая. Вот так вот делаем солнце. Давайте мы ещё сделаем обводку. Лучше. Ну, примерно так. Я понимаю, это не самая лучшая обводка. Ну, ладно. Давайте мы ему ещё нарисуем забивные очки. Чё бы нет. Чё бы не нарисовать крутые забивные очки. Это же очень круто. Просто рисовать крутые такие. Упс. Оп-оп. Оп-оп-оп. Оп. Идеальное солнце, чем могу сказать. Давайте на нём тоже тенюшечки добавим. Чё бы нет, ребят. Правильно? И пам. Идеально. Это просто шедевр. Это идеально. Это самое идеальное, что я когда-либо рисовал. Просто могу только так сказать. Давайте ещё, тем более, эту траву убилаем. О! У меня есть крутая идея. Давайте просто вот так вот сделаем сейчас. Или вы, кстати, можете использовать не вот такую вот стандартную чёрную обводку, а просто более тёмную такую вот обводку. Как хотите. Я всё-таки буду использовать стандартную. Вот такое шикарное солнце. Давайте ему, чё бы нет, нарисуем язычок. Такой шикарный язычок. Я, ну чё бы нет, я не понимаю, почему я не могу нарисовать. Хотя, кто сказал, что я не могу этого сделать? Именно никто. Всё, это шедевр. Всё. Всё готово. Рисунок готов. Всё, что теперь нужно сделать, это нажать. Мы, короче, нажимаем Export Download. Ну, короче, чтобы у нас вот такая вот фигня открылась. Нажимаем... Нажимаем... Почитаем на максималочку. Нажимаем Save Throwing. Наз... Как-то его нажило. Называем. Можете, конечно, дать ему описание. А, нет, только я могу. Я не хочу, чтобы это кто-то редактировал. Всё, теперь давайте... Save. Просто сохраняем. У нас идёт такая... Загрузочка. Идёт загрузочка. И всё. И у нас теперь есть эта замечательная фотка. Но какая проблема? Она очень говняного качества. Что я могу предложить сделать? Просто сделать... Короче, её просто взять и удалить. И перейти на GoToImage. И просто нажать правую кнопку мыши. И сохранить картинку. И дальше вбиваем Red. Дарила. И всё. Это у нас будет на нашей страничке, если вы зарегистрированы. И у нас в галерее. А вот это говно с говняным качеством мы можем спокойненько удалить. И, короче... И, короче, с вами был я, мистер Марки. И, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. На этом канале будут выходить ролики ещё не только на компьютере, а на VR. Но в основном будут выходить на VR, потому что мой канал как бы про VR. Но и будут, возможно, выходить такие же ролики на компьютеры. Ну, а с вами был я, мистер Манки. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok